Новые горизонты 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 которые мы ценим. Существует класс астероидов. Класс С. Известны также как углистые хондриты. Это самый распространенный класс, в составе которых не только углеводород, но и ключевой элемент будущей космической промышленности. Вода. Вода невероятно ценный ресурс по ряду причин. Она будет необходима для пополнения запасов. Астронавты смогут использовать астероиды для дозаправки водяных цистерн своих космических кораблей во время длительных полетов, например, на Марс. При наличии воды практически во всей Солнечной системе, благодаря тому, что вокруг плавают миллионы этих объектов, появляется возможность использовать воду не только для людей, для питья, но и для получения кислорода. Ее можно использовать для защиты от радиации, для посадки растений, для всего, чего нужно. Но главное значение наличия воды на астероидах в том, что ее можно использовать в качестве источника энергии, в качестве топлива. Можно нагреть воду до состояния пара и использовать его в качестве двигателя, парового ракетного двигателя. Вполне себе способ летать в космосе. Кроме того, можно взять воду и с помощью электролиза расщепить ее на водород и кислород. И после этого использовать жидкий водород, жидкий кислород, как топливо для двигателя. Это самая мощная химическая ракета из тех, что у нас сейчас есть. То есть вода в некотором роде становится космической нефтью. Потому что если у вас есть такое топливо, которое позволит перемещаться по Солнечной системе, сможет доставить вас гораздо дальше. Им можно будет дозаправиться без необходимости поставлять топливо с Земли. Это значит, что можно строить более крупные ракеты и перевозить больше грузов. А астероиды превращаются в настоящие трамплины. Или, как иногда говорят, в пидстопы на космическом пути. Астероиды класса С стали предметом изучения нескольких экспедиций. Таких как экспедиция Хаябуса-1, организованная японским агентством аэрокосмических исследований. Или две текущих экспедиции. Осирис-Рекс от НАСА и Хаябуса-2. Все эти экспедиции заняты отбором и возвращением проб на Землю. И в ходе их работы зонды собирают с астероидов различные вещества и привозят их на Землю для дальнейшего исследования. Эти пробы помогут нам больше узнать о составе астероидов и позволят нам изучить их ресурсный потенциал. Но есть и другой класс астероидов. Класс М. Это астероиды с высоким содержанием металлов. Они состоят из никеля, железа, иридия, платины, золота или других драгоценных металлов. Как в чистом виде, так и в виде примесей. Эти астероиды можно использовать как бесконечный источник сырья и минералов. Они тоже очень важны, потому что некоторые из этих металлических тел имеют в своем составе важные металлы, такие как железо и никель, используемые в частности для строительства, а также ценные металлы платиновой группы. Наличие этих металлов означает наличие материалов, необходимых для развития производства инструментов или запасных частей, или даже стройматериалов для спутников. Существуют даже такие астероиды, например, Психея, почти полностью состоящие из металлов. Со временем они могут стать очень интересной для будущей горнодобывающей промышленности, потому что металлы лежат на поверхности астероидов, а для их добычи нет необходимости глубоко копать, как это приходится делать на Земле, что существенно облегчает процесс добычи. Запланированная на 2022 год экспедиция НАСА на Психею позволит нам лучше изучить этот уникальный объект. Все богатства, которые мы сможем извлечь из астероидов, могут оказаться очень полезными для производственных целей в ближайшем будущем, как только промышленная революция в космосе начнется по-настоящему. За последние несколько лет в космической отрасли происходят быстрые изменения, ставшие возможными благодаря быстрому росту частных компаний. Именно они по-настоящему меняют эту отрасль. Думаю, мы входим в новую эру, когда частные компании начинают играть более важную роль в развитии космоса, чем раньше. Они создают более коммерческий рынок, позволяющий новым людям работать и жить в космосе, чего у нас раньше не было. Это становится двигателем новой эры в исследовании космоса, которая связана не столько с государственными программами, сколько с коммерческой деятельностью в космосе. В этой индустрии нового космоса несколько движущих сил. С одной стороны, улучшение в системах запуска, датчиках и других пусковых технологиях, а также инновации в технологиях малых спутников работают на снижение расходов. Концепция нового космоса состоит в том, что за пределами Земли есть ниша, потенциальная ниша для инвестиций и экономической отдачи. И эта ниша практически безгранична. Мы живем на планете с ограниченными ресурсами. Окружающий нас космос, окружающая нас солнечная система представляют собой экономические ресурсы, возможности для добычи полезных ископаемых, которые фактически безграничны. Сочетание сниженной стоимости и повышенных возможностей малых спутников открывает новые варианты использования промышленной отрасли и возможностей для бизнеса. Все это ведет к демократизации космоса, где больше не будет исключительной территории государственных космических агентств, а станет доступной большим и малым частным компаниям, жаждущим инвестировать в космос. Это придает ускорение не только государствам, но и частному сектору и всему остальному миру. Мы видим, что не только космические державы, но и весь мир заинтересован возможностями этой новой стадии космических исследований. Речь теперь идет не только об исследованиях и сборе научных данных, но и о том, чтобы начать использовать космос в качестве подмоги нашим коммерческим начинаниям. Ключевой движущей силой, несомненно, является рост разработки полностью многоразовых ракет, которые существенно сократят расходы на запуск. Именно по этой причине космос до сих пор оставался доступным лишь огромным государственным космическим агентствам, таким как НАСА, Европейскому космическому агентству, Роскосмосу или Японскому агентству аэрокосмических исследований. Сегодня именно частные компании типа SpaceX или Blue Origin, возглавляемые предпринимателями-миллиардерами Илоном Маском и Джеффом Безосом, изо всех сил инвестируют в разработку технологий, способных сократить расходы на запуск. Разработка более совершенных и маленьких спутников – еще одна движущая сила грядущей индустриальной революции. Частные компании типа Planet или OneWeb являются лидерами в области производства, запуска и контроля этих наноспутников, которые радикально улучшат наши сетевые коммуникации, системы вещания, геолокации или наблюдения за Землей. Помимо аэрокосмической отрасли, эта промышленная космическая революция преобразит коммуникации, интернет, туризм, энергетику, производство и добычу полезных ископаемых. Есть еще возможности в области космических развлечений, и все это производства, которые тоже будут приносить доход, создавать активное движение и спрос на нормальный орбитальный комплекс. Я ожидаю, что все это случится в ближайшие 5-10 лет. Луна и астероиды станут основным центром добычи полезных ископаемых, будучи наиболее легкодоступными местами для получения важных ресурсов, минерального сырья, металлов или воды. Добыча ископаемых на астероидах, до последнего времени существовавшая лишь в научно-фантастических романах, может превратиться в реальность уже в ближайшем будущем. Мы еще можем стать свидетелями золотой лихорадки 21 века. Когда мы начнем запускать в космос множество людей, главным станет производство, которое можно запустить на всех. Это будет все, что возможно. Все, что только можно представить на Земле, понадобится нам и в космосе. Это приведет к созданию большого количества благ и привлечет множество людей. Большинство компаний, ответственных за эту революцию, сосредоточены в двух местах. Штат Калифорния в США и крошечный Люксембург расположены в самом сердце Европы. Люксембург — это особый случай. Он может превратиться в Кремниевую долину в сфере разработки недр астероидов. Это крохотное государство поставило на космическую промышленность, и теперь там находится штаб-квартира Европейского спутникового общества. Эта компания — мировой лидер среди спутниковых операторов, в парке которой более 50 спутников. Эта страна является одним из главных ускорителей этой наметившейся революции космической промышленности. Люксембург очень заинтересовался разработкой недр астероидов. Это потрясающая маленькая страна. И это очень маленькая страна. Однако в 80-е годы они помогли развернуть одни из первых коммерческих спутников связи. А сегодня крупнейшие телекоммуникационные спутники в мире, сделанные в Люксембурге. В космосе они играют более заметную роль, чем на Земле. Цель Люксембургского правительства в том, чтобы сформировать общую структуру для исследования и коммерческого использования ресурсов небесных тел, таких как астероиды. Рискованное и новое предприятие, вроде добычи ископаемых в космосе, требует финансовой поддержки, правовой основы и благоприятной нормативной базы, которая необходима, чтобы работа вообще началась. Учитывая его опыт с коммерческими спутниками, полученные в 80-х годах прошлого столетия, Люксембург обладает необходимыми компетенциями. После того, как финансовый сектор, по сути, долго вкладывался всего в пару отраслей, сегодня они активно ищут другие возможности для инвестиций. Как они могут стать лучше всех? И они поняли, что добыча ископаемых на астероидах требует не только нормативно-правовых условий. То есть принять благоприятные законодательные акты не проблема. Но они также хотят инвестировать, чтобы двигаться дальше и по-настоящему укрепить свое положение в области разработки недр астероидов. В зависимости от того, как нам удастся решить многочисленные технические проблемы, разработка недр астероидов может стать очень важной отраслью уже в ближайшее десятилетие. Первая проблема состоит в том, чтобы узнать, какие именно объекты подходят для промышленного освоения, ведь их полным-полно во всей Солнечной системе. Чтобы понять, к какому астероиду отправиться, мы сотрудничаем с исследователями, которые изучают метеориты и занимаются удаленным наблюдением за астероидами. На основе полученных сведений мы можем определить класс астероида, а метеориты помогают нам определить диапазон возможностей в том, что касается минералогии этих астероидов. Данные, собранные НАСА, Европейским космическим агентством, Японским агентством аэрокосмических исследований и другими космическими агентствами за последние несколько лет с ближайших к Земле астероидов, которые наиболее доступны для нас, поспособствуют выбору наилучших целей для кампании по разработке недр небесных тел. Вторая сложность состоит в том, чтобы выбрать наилучший способ добычи. Можно вести сырье с астероидов на Землю для дальнейшего использования, а можно перерабатывать его на месте, везя на Землю лишь готовые материалы. Можно производить топливо для обратного полета, а то и доставить астероид на безопасную орбиту вокруг Луны, Земли или Международной космической станции. Теоретически это может позволить использовать большинство материалов без какой-либо траты впустую. Что отличает астероиды от других небесных тел, вроде Лун или планет, так это то, что они настолько малы, что их гравитация практически равна нулю. Столь низкий уровень гравитации хорош для нескольких вещей. Он упрощает задачу добраться до них. На полет до них тратится меньше энергии, чем даже до Луны или Марса. Так что с точки зрения энергетических затрат, добраться до них просто, хотя и не быстро. Они могут находиться гораздо дальше, но с точки зрения энергии полет будет проще. Но проблема их низкой гравитации в том, что все известные нам техники добычи ископаемых на Земле значительно отличаются от того, что подойдет для астероида. Там нет гравитации, которая может удержать экскаватор на поверхности, и нет силы сцепления, необходимой для передвижения по поверхности, так что все будет летать. Поэтому необходимо разработать различные технологии для извлечения ископаемых. В Центре космических ресурсов Колорадского горного училища, которое является одним из самых известных центров космических исследований в мире, были разработаны различные эксперименты для проверки конкретных методов, предназначенных для разработки нетр астероидов. Команда ученых использует новейшую барокамеру, чтобы наиболее точного создать экстремальные условия открытого космоса. Здесь, в Колорадском горном училище, мы сосредоточены на создании условий, в которых можно провести испытания горнодобывающего или металлодобывающего оборудования в космосе. У нас есть сложная вакуумная камера, в которой можно создать пространство с низким давлением, похожее на то, что присутствует в космосе. Мы можем разместить там имитацию астероидных поверхностей, которые содержат пыль и создадут облака космической пыли, пока мы с ними работаем. Мы можем создать там вакуум, чтобы снизить давление до столь низкого уровня, чтобы воспроизвести условия в открытом космосе. Или сделать что-то еще. Например, остудить пространство до очень низких температур. Таким образом, мы имитируем условия космоса. Чтобы воссоздать астероидную поверхность для исследований возможности разработки недр с максимальной точностью, ученые используют модели, состоящие преимущественно из силикатов вроде полевого шпата и кварца. Большинство моделей похожи на материалы, которые можно найти в составе астероидов класса С, которые наиболее распространены и лучше всего изучены. Информация об их составе основана на различных наборах данных, включая лабораторный анализ метеоритов, наблюдение за яркими метеорами, дистанционное зондирование астероидов, данные экспедиции к астероидам и научное моделирование. Благодаря всем этим данным, ученым удалось создать точные модели относительно содержания минеральных веществ и размера частиц. Тут у нас модели астероидов, мы создаем муляжи, а сырье для них получаем от наших коллег из Университета Центральной Флориды, которые являются экспертами в минералогии космических тел. Потом создаем поверхность астероида, и у нас получается муляж поверхности. Вот один из примеров, который имитирует большой валун на астероиде. Вот здесь валуны поменьше или булыжники, довольно рыхлые, потому что поверхности астероидов покрыты обломками разных размеров, от огромных валунов до небольших камушков. Когда речь заходит о разработке технологий добычи природных богатств космоса, нужно тщательно изучить два процесса — бурение и закрепление. Это необходимо из-за своеобразных свойств этих небольших небесных тел. В случае бурения микрогравитация играет важную роль, так как почти полная невесомость создаёт условия, отличающиеся от разработки на Земле. И во многих процессах, которые используются на Земле, мы используем вес машины, чтобы удерживать её на поверхности в процессе добычи. Там же такое невозможно. Данные, собранные во время исследований микрогравитации при керновом бурении, позволяют сделать выводы об эффективности бурения для сбора материалов с астероида, а также об опасностях, вызванных пролетающими мимо бурильщика осколками. После сбора данных по моделям разброса осколков в условиях невесомости может быть создано подходящее устройство для улавливания, целью которого будет гарантировать сбор максимального объёма материалов. Разработка устройства, которое собирает излишки обломков, также уменьшит потенциальный урон буровому устройству. Можно построить системы, способные захватить астероид и создать на нём точку крепления. Это даёт вам способ удержаться за астероид, пока вы используете какое-то другое устройство, чтобы собрать частицы астероида, и передать их в какую-то систему переработки. Например, нарезать металлосодержащие объекты на куски, а затем переработать их внутри какой-нибудь микрогравитационной системы очистки. Мы можем изучить методы, которые можно использовать для закрепления на астероиде, и которые могут быть слегка похожи на бур или гарпун, или просто быть хватающим устройством, которое помогает удержаться на поверхности. И мы хотим исследовать их, чтобы определить способы создания подобного оборудования, которому хватит сил удержать специалиста, который будет собирать материалы с поверхности. Учитывая, что поверхность многих астероидов состоит из валунов, гальки и мелких камней, процесс закрепления может оказаться очень непростым. Именно поэтому столь важно проводить тесты, чтобы найти наилучший способ проникнуть на поверхность и закрепиться на ней. По сути, мы проводим тесты на проникновение. Мы берем зонт и вдавливаем его в реголит, в данном случае в муляж реголита, потому что он сделан из материалов здесь, на Земле, чтобы смоделировать то, что может оказаться на астероиде. И когда мы на него давим, мы измеряем нагрузки, которые проявляются в разных направлениях в моменты вращения. Таким образом, мы пытаемся понять, что произойдет, если мы приземлимся на астероид и захотим вдавиться, закрепиться на его поверхности, добыть воды или создать некую среду обитания. Или просто захотим понять, как поверхность астероида будет двигаться или реагировать, когда в нее врежется метеор. Мы используем для заморозки жидкий азот, потому что поверхность астероида обычно имеет температуру в 35 градусов по Кельвину. Здесь внутри мы запечатали жидкий азот. По сути, это зонт, который можно перемещать в шести разных направлениях. Он может двигаться по шкале Х, У, вверх-вниз и в направлении З. У бура есть бороздки. Эти бороздки позволяют материалу перемещаться наверх, так что это некоторым образом похоже на обычную дрель, которой вы сверлите деревяшку или что-то типа того. Этот тест анализирует нагрузки, связанные с бурением или креплением на поверхность астероида, что полезно при создании технологии разработки их недр. Одной из этих технологий является поверхностная разработка. На некоторых астероидах материал можно собирать с поверхности ковшом, буром или активным захватом, если речь идет о более крупных кусках. Существуют убедительные доказательства, что многие астероиды состоят из обломков, что делает подобный подход возможным. Еще одна технология — это шахтовая добыча. В астероиде можно выкопать шахту для извлечения материалов. Для этого требуется знание для точной астролокации под поверхностными образованиями и система транспортировки полученной руды на перерабатывающий завод. Для металлических астероидов предназначены магнитные грабли. Объекты с высоким содержанием металла могут быть покрыты крупицами, которые можно собрать с помощью магнита. Вопрос сейчас в том, является ли промышленное освоение астероидов целесообразным, если рассматривать его как горнодобывающую промышленность, обеспечивающую Землю сырьем. Раньше цена отправки космического аппарата к поясу астероидов была такой, как если бы аппарат был сделан из чистой платины. Поэтому не было смысла отправляться куда-то за обедненные платины при таких больших затратах. В наши дни самый жизнеспособный вариант — добывать и перерабатывать ресурсы на месте. Так как с нынешними технологиями стоимость отправки космического аппарата и его возвращения с грузом на Землю будет крайне высока. Заманчивее и экономически целесообразнее использовать добытые на астероиде ископаемые прямо в космосе, потому что доставлять их с Земли крайне дорого. Доставлять с Земли воду, железо и никель очень дорого. В таком случае добыча полезных ископаемых из недра астероидов становится экономически оправданной. Возможно, что в будущем, если мы сможем значительно снизить стоимость космических полетов, это станет целесообразным. В поясе астероидов содержится больше сырья, чем мы можем себе представить. Поэтому компаниям очень хочется застолбить эти будущие источники природных богатств, которые однажды станут звездолетами и космическими колониями. Эта мечта о космических колониях на астероидах может оказаться не такой уж и далекой. Мы уже знаем, что существуют тела, почти полностью состоящие из металла, которая в будущем может стать почти неиссякаемым источником для земной промышленности. Металлы платиновой группы стали, пожалуй, самым первым ресурсом, который привлек интерес компании, пожелавших добывать эти металлы на малых небесных объектах из-за их высокой ценности на Земле. На этих астероидах полно платины. Более того, в объекте с диаметром в несколько километров содержится больше платины, чем когда-либо было добыто и, вероятно, будет добыто на Земле в ближайшие 50 лет. Вопрос, опять же, в том, насколько экономически оправдана добыча этой платины. Разве ее добыча на Земле затратнее, чем на астероидах? На сегодняшний момент точно нет. Количество денег, необходимое, чтобы запустить ракету, добраться туда и добыть платину, неконкурентоспособно. Но опять же, в какой-то момент добыча платины на Земле может оказаться столь затруднена, что появится смысл летать с этой целью к астероидам. Кроме того, следует учесть, что как только вы начнете доставлять большие объемы платины на Землю, ее цена немедленно упадет. Внезапно у вас появится весь этот металл, что полностью изменит его цену. Естественно, если спрос возрастет и для имеющегося объема найдется применение, то летать за ней станет намного выгоднее. Эта перспективная отрасль готова взять старт. Несомненно, ключевые игроки здесь компании по освоению недр астероидов, в основном инвестирующие в разработку технологий, которые сделают эту отрасль экономически оправданный. До недавних пор гонку возглавляли две компании Deep Space Industries и Planetary Resources. Однако, в связи с низкой рентабельностью добычи минеральных ископаемых, сейчас эти компании пересматривают свои планы. Существуют и другие компании по освоению недр астероидов, каждая из которых сосредоточена на конкретных аспектах этой отрасли. Например, на производстве топлива из воды, содержащейся в астероидах, проектированию робототехники или поисках подходящих для разработки объектов. Одна из этих компаний ТрансАстра. У ТрансАстра есть бизнес-план, ориентированный на добычу ракетного топлива из недр. Если хотите, это можно назвать добычей ископаемых астероидов. Планируется, что это ракетное топливо будет поставляться на космические заправочные станции, чтобы заправлять космические аппараты НАСА и компаний частного сектора. В случае НАСА это будет заправка аппаратов, в которых астронавты отправляются в исследовательские экспедиции. А в случае частного сектора мы можем заправлять космические буксиры, доставляющие спутники на их орбиты назначения. ТрансАстра, авиакосмическая компания нового типа, намеренная внести свой вклад в разработку концепции космического аналога трансконтинентальной железной дороги. По их задумке, человечество будет путешествовать по космосу, заселяя Солнечную систему. Мы можем построить транспортную сеть, своего рода космическую трансконтинентальную дорогу, которая позволит целым отраслям промышленности отправиться в космос за прибылью. Их конечная цель превратить тысячи астероидов в заправочные станции для НАСА и коммерческих космических кораблей. Создав условия для исследования космических пространств и коммерческого использования космоса за пределами спутниковой фотосъемки и телекоммуникаций. Они намерены показать примеры, обслуживая компании 21 века, занимающейся освоением небесных тел, производством космической солнечной энергии, развитием космического туризма и организацией производства в космосе. Это станет величайшей промышленной революцией в истории человечества. И мы находимся прямо на пороге момента, в который это произойдет. У компании есть хитрый метод добычи, называющийся оптической разработкой, которая использует солнечную энергию, чтобы добывать с поверхности астероидов воду для дальнейшего использования в качестве топлива. Один из лучших источников энергии в космосе — Солнце. А один из способов его использовать — построить рефлекторы, собирающие его свет для добычи и переработки сырья в космосе. Примером этого служит оптическая разработка, изобретенная Трансастра и Джоэлом Серселом. Мы сотрудничаем с Трансастра, помогаем им понять основные процессы взаимодействия концентрированной солнечной энергии с минералами астероидов класса С. Трансастра изобрела процесс, который мы называем оптической разработкой. При оптической разработке высококонцентрированный солнечный свет фокусируется на поверхности астероида или другого содержащего летучие вещества тела. Высококонцентрированный свет нагревает поверхность, вызывая ее термическое растрескивание, что означает разрушение поверхности астероида или другого содержащего воду объекта. Высококонцентрированный свет падает на поверхность, и от жара он трескается. Что самое интересное, небольшие осколки поверхности по отдельности нагреваются очень быстро. И все, что вам нужно сделать, чтобы извлечь воду и другие ценные вещества из астероида, это его нагреть. Вода выходит в виде пара. Этот пар очищает поверхность, обнажая следующий слой, который может расколоть луч Солнца, и процесс продолжается. Метод оптической разработки был испытан в вакуумных камерах Центра космических ресурсов Колорадского горного училища. Ученые использовали водосодержащий минеральный заменитель, схожий с веществами, найденными на поверхности астероида. Тут у меня камера, и в камере создается вакуум. Я могу помещать в нее образцы и нагревать или охлаждать их в зависимости от того, какие испытания мы проводим. А сверху лампа, дающая сфокусированный солнечный свет, то есть искусственный свет, сфокусированы на образце. Внутри камеры различные образцы. Мы используем только солнечный свет. Мы фокусируем его на точке, и от поверхности поднимается столб водяного пара. Я думаю, что для сбора космических ресурсов поначалу будут использовать именно этот метод. Когда лед на поверхности реголита превращается в пар, он сублимируется и превращается в облако. Мы берем палатку и накрываем ей это облако. Палатка холоднее, чем поверхность под ней, и в такой ситуации лед пристает к тому, что холоднее. Транс Астра работает над инновационным замыслом под названием ЭПИС, что означает снабжение на месте ресурсами с астероидов. Он подразумевает создание автономного космического корабля, который будет запускаться с космических станций к астероидам. Мы собираемся построить космический аппарат размером с пикап и запустить его к астероиду размером с дом. И у этого аппарата размером с пикап будут надувные конструкции, будет мешок, который надуется и накроет собой астероид. А затем накопители солнечного света направят этот свет внутрь. И с помощью процесса оптической разработки мы извлечем из астероида воду и заморозим ее с помощью хладоэлементов. Мы называем эту экспедицию «Миссия Пчела». Потребуется примерно 6 месяцев на то, чтобы добраться до астероида. Около 3 месяцев на добычу, еще 6 месяцев на возвращение домой сотни тонн льда. Это первая скромная промышленных масштабов миссия по доставке экономически значимого объема ракетного топлива, которая сможет изменить космическую экономику. Мы думаем, с нее начнется космическая золотая лихорадка по сбору сырья с астероидов, а также с полюсов Луны. Это приведет к тому, что космическая деятельность станет настолько малозатратной, что появится смысл строить в космосе солнечные электростанции. Ведь солнечный свет там намного доступнее, намного постояннее, намного рентабельнее. Главное – осуществить достаточно экономичный запуск в космос. Говоря об извлечении выгоды с астероидов, одной из основных проблем является выбор наилучших целей из тысяч астероидов, плывущих по космосу. Именно этой задачей занимается компания «Аттен Энжиниринг». Их цель – разработать технические решения для обнаружения, отслеживания, исследования и классификации околоземных астероидов. Мы по-прежнему работаем над тем, чтобы найти эти небесные тела при помощи телескопов. Вероятно, понадобятся телескопы нового поколения или космический телескоп, специально рассчитанный на поиск такого типа объектов. На сегодняшний день поблизости от Земли обнаружено более 10 тысяч астероидов. Находить их и наблюдать за ними – непростая задача. Но благодаря данным и инструментам Центра малых планет «Аттен Энжиниринг» удается изучать и отслеживать эти объекты. Самая сложная задача – классифицировать их по размеру, периоду обращения и спектральному составу. На сегодняшний день полноценно классифицировано менее 10%. По оценкам специалистов с нынешними технологиями, на изучение всех известных астероидов уйдет около 100 лет. Мы используем телескопы для изучения спектральных характеристик астероидов. Спектральные параметры показывают, что он может из себя представлять. Можно понять, металлический это астероид или каменный, или углеродосодержащий. Сегодня компания занята разработкой доступной технологии для диагностики, чтобы поспевать за открытиями. Специалисты работают над быстро видимой спектроскопией и высокочастотными кривыми блеска, которые телескоп сможет получать всего за несколько дней, а также на длиннодуговой астрометрии для фазовых кривых, требующий несколько месяцев. Все это, несомненно, ускорит скорость классификации околоземных астероидов, что поможет проанализировать их ресурсный потенциал. Я с большим энтузиазмом отношусь к астероидам, особенно околоземным, в качестве будущих целей для исследования людьми и роботами. Другие компании, такие как Offworld, нацелены не на изучение свойства астероидов, а на разработку роботизированных устройств для автономной добычи полезных ископаемых. Их конечная цель – создать группу автономных роботов, работающих под контролем человека, на других планетах и астероидах, что позволит человечеству выйти за пределы Земли. Хотя маленькие астероиды в качестве цели имеют много преимуществ, трудностей с подобными астероидами тоже много. Условия там крайне суровые. Поселенцам придется справляться с долгими путешествиями в глубоком космосе, смертельным космическим излучением, нулевой или низкой гравитацией или искусственной атмосферой. Компания Offworld считает, что лучший способ свести к минимуму риски при организации колонии на других планетах – это обзавестись местной армией роботов, которые будут выполнять тяжелую работу, строить посадочные площадки, копать подземные жилища, извлекать воду, лед и сырье, обеспечивать питьевую воду, пригодной для дыхания воздух и ракетное топливо, производить основные конструкции и солнечные батареи, вырабатывать электричество и со временем реплицировать себя. По мере роста отрасли освоения нетростероидов, добывающие роботы понадобятся повсеместно. Эти роботы должны быть достаточно маленькими и прочными, чтобы выдержать запуск в ракете. Они должны работать от солнечной энергии, уметь приспосабливаться к работе в разнообразных условиях на стероидах Луне или Марсе без серьезной модернизации, быть автономными и быстро обучающимися, чтобы уцелеть без постоянного человеческого надзора, а также разборными и перестраиваемыми для возможности повторного использования. Роботы также должны быть способны на саморепликацию, используя локальное сырье, и должны быть способны произвести первые компьютерные чипы за пределами Земли. Тем самым замкнув свой круг саморепликации. Все эти кампании по промышленному освоению космоса ведут гонку, которая может вывести человечество к новым рубежам. Колонизация этих маленьких, загадочных каменистых объектов в ближайшем будущем. Потенциальная колонизация астероидов совсем не простая задача, так как условия на них для нас очень суровы. Из-за отсутствия атмосферы или магнитосферы, там нет никакой защиты от космического излучения. Гравитация очень слабая, а вероятность толкнуться с другими небесными объектами высокая. Две основные причины отправиться к Земле к астероидам – это выгода от их почти безграничных ресурсов и колонизация как стратегия снижения рисков, гарантирующая долгосрочное выживание нашей цивилизации в случае планетарной катастрофы. Мы очень хотим попасть к ближайшим к орбите Земли астероидам. На них достаточно сырья, чтобы поддержать 100 миллиардов людей, которые могли бы жить на орбите Земли. А в поясе астероидов сырья еще в миллион раз больше. Так что, выведя людей на орбиту, используя все это сырье для жизни, работы, строительства городов, мы можем разрастись в огромную цивилизацию, опоясывающую Солнце. Все это очень волнительно. Мы ищем то, что нам нужно. И особенно, если мы собираемся превратить астероид в место, пригодное для жизни людей, требуются ресурсы, способные поддержать жизнь, особенно достаточное количество воды. Нужны элементы, которые можно превратить в почву для теплиц, чтобы выращивать пищу. Нужна достаточная концентрация металлов, чтобы делать из обычных металлов строительные материалы для зданий. Кроме того, нужны драгоценные металлы для экспорта, чтобы зарабатывать. Кроме того, нужны драгоценные металлы для экспорта, чтобы зарабатывать и торговать с колонистами других астероидов, или с жителями Луны, или с жителями Земли. На протяжении всей нашей истории новые рубежи манили к себе поколение следователей и первопроходцев. Астероиды можно считать следующим новым рубежом. Тот факт, что астероиды — это камни, плывущие по космосу, подразумевает ряд преимуществ, но при этом и ряд недостатков. Одно из их главных преимуществ — очень слабая гравитация, связанная с их маленьким размером. Слабая гравитация значительно упрощает постройку огромных конструкций и снижает затраты на приземление и посадку ракет в сравнении с более сильной гравитацией Луны или Марса. Гравитация этих небольших объектов так слаба, что это больше напоминает стыковку с Международной космической станцией или с космическим телескопом «Хаббл». По этим объектам не ходят, а парят рядом с ними, что в чем-то значительно упрощает полет на эти объекты. Другим преимуществом является большое число астероидов. На сегодняшний день обнаружено уже больше 300 тысяч тел, разнообразного химического состава. Есть богатые углеродом и металлами астероиды, а есть и каменные. С появлением процветающей космической экономики, металлические элементы и вода на поверхности этих астероидов станут для нас прекрасным ресурсом. Чтобы изготовить ракетное топливо для космического аппарата, летающего по Солнечной системе, намного проще брать сырье с маленьких объектов с очень слабой гравитацией, чем постоянно доставлять его с Земли с ее сильной гравитацией. Так что астероиды очень хороши с точки зрения исследований, науки и ресурсов. Я думаю, это замечательное направление. Однако, чтобы эта отрасль добычи стала реальностью, нам потребуется преодолеть ряд трудностей вроде слабой гравитации и отсутствующей атмосферы астероидов, делающих их уязвимыми к космическому излучению и столкновению с другими объектами. За всю историю полета в космос у нас не было опыта работы в очень геологически грязных условиях с очень слабой гравитацией. Если на Луне поднять пыль, она быстро осядет обратно. Однако на астероиде поднятая пыль останется вокруг вас и будет вращаться вокруг астероида в течение всей вашей миссии. Она загрязнит космический аппарат, загрязнит скафандр, она ухудшит видимость. Эти сложности следует учитывать. У нас нет никакого опыта в том, чтобы совместить проблемы невесомости, выход в открытый космос и загрязненную среду, напоминающую Луну. Думаю, это станет одной из главнейших проблем для людей, работающих на этих небольших объектах. В не слишком далеком будущем астероиды могут стать нашей новой промышленной целью, местом для добычи полезных ископаемых и их использования не только на Земле, но и в космосе, особенно в космосе. Мы можем построить инфраструктуру, которая перенесет промышленность в космос не через 20, 50 или 100 лет, а через 3, 4 или 5. Менее чем через 10 лет мы можем начать добывать ракетное топливо и строить трансконтинентальную железную дорогу через Солнечную систему. Астероиды также могут стать остановками в долгих полетах до Марса или, кто знает, до нашего нового дома. Вот в чем настоящая ценность астероидов. Они станут заправочными станциями, пидстопами или трамплинами по мере того, как мы углубляемся в изучение Солнечной системы. Мы готовимся сделать новый шаг в покорении космоса. Астероиды вскоре могут стать нашим следующим новым рубежом. Продюсеры Руччау и Альфонс Делапуэнте Сценарий Альфонс Делапуэнте и Руччау Режиссер Руччау Монтаж Кайто Эстудиус Звуковое оформление Синемар Филмс Постановщик Санти Раймунди Озвучено студией дубляжа Гараж Дубляж По заказу телеканала Настоящее Время Озвучено студией дубляжа Гараж Дубляжа Гараж Дубляжа